Гитфан на связи, Палундра! А сегодня я расскажу вам, какие корабли недавно загадочным образом анонсировали разработчики, какой параметр, влияющий на фарм, наконец-то может появиться в игре, и как судьба советских линкоров связана с немецкими. В общем, будет интересно, так что ставь лайк в знак поддержки и смотри до конца. Поехали! Компактный, легкий и безопасный электросамокат Iconbit Kick Scooter Tracer уже доступен для заказа на Алиэкспресс со скидкой. Мощный и тихий самокат с 8-дюймовыми колесами, передним и задним амортизатором и телескопической рукояткой возможно лучшее предложение этого сезона. Если тебе нужно экономичное городское средство передвижения, не жди, а узнавай подробнее по ссылке в описании. Порадуй себя и близких! А начнем мы с главного. На неделе разработчики решили сделать анонс новых кораблей, но сделали это необычным способом. В блоге разработки выкатили много кораблей, скрытых туманом. И по сути, анонс заключал в себе лишь класс и нацию. Только таким анонсом анонса были удовлетворены не все. И потому умельцы нашли способ, как даже с такой мизерной стартовой информацией разобраться, какие же корабли скоро появятся в игре. И начнем по порядку. Первым в блоге появился немецкий крейсер. И тут, скорее всего, анонс линейного крейсера проекта О. Серия из трех проектных линейных крейсеров Криксмарина, разработанных в 1937-1940 годах, которые так и не были заложены из-за начала войны. Из интересного, артиллерия этих крейсеров состоит из шести орудий 380 мм. Конечно, при всем при этом бронирование будет крейсерским, но фирменные немецкие скосы бронепалубы должны быть на месте. Японский эсминец в дымах, появившийся позже, возможно, Супер Симакэдзе, потому как очертания корпусов кораблей практически идентичны. Также носовая надстройка выглядит похожей. Однако есть разница в башне ГК. Они не похожи на типичные 127-мм и 100-мм, так что, возможно, это что-то новое. Кроме того, обратили внимание и на то, что кормовые элементы сдвинуты немного ближе к центру корабля. И потому, возможно, там уже не уместится три торпедных аппарата. Так что только лишь возможно, что готовится даже не очередной повар суповой, а нечто более универсальное. С британцем, возможно, все куда проще. Очертания, в общем-то, похожи на коня. И так как не так давно анонсировали возможное изменение топов веток и выведение альтернативного вооружения в альтернативный корабль, мы почему-то подумали, что это, возможно, анонс распила бритов. Точнее то, что он произойдет уже очень скоро. И конкретно сейчас речь идет про альтертоп с 457-мм орудиями. Но, может быть, это Тандерер, который слили, между прочим, аж год назад. А следом пошла жара. Ведь произошел анонс первого корабля Пан Европы. И им будет, барабанная дробь, эсминец Фризланд, Нидерланды. Вооружение 4 120-мм орудия. И вычислили этот корабль по силуэту. И да, вам не показалось, ведь это эсминец без торпед. Так что ждем фишки, которая поможет реализовывать артиллерию ну прям очень шибко хорошо. Хотя мы взяли тут и посмотрели в интернетах и узнали, что скорострельность этих орудий была впечатляющая. 40 выстрелов в минуту. Так что, возможно, то даже не придется изобретать наркоманских фишек, чтобы корабль заиграл. А то ведь приоритетные могут этого и не оценить. А напоследок закинули британский авианосец. И уж не знаю, будет ли кому интересно, но это Арк Роял. Тот самый авианосец, самолет которого и повредил руль Бисмарка, сделав его легкой добычей для британских линкоров. Судя по всему, все это, не считая британца, насчет которого у нас есть некоторые опасения, будущие премы. Увы, сейчас невозможно точно сказать, за какую валюту их будут распространять. Сталь, уголь, может быть, свободка. Да и какой уровень они тоже будут занимать, мы не можем сванговать. Потому как все мы знаем лесту и ее возможности в натягивании сов на глобус. Да и к тому же, мы пока не уверены на 100% в достоверности своих догадок. Но нам они кажутся весьма правдоподобными. А что думаете вы? Согласны ли вы с нами или у вас есть более правдоподобный вариант? Делитесь им в комментариях. А пока вы пишите, я быстренько раскрою ники счастливчиков прошлого выпуска, которые найдут призы в личке на форуме. А если вы хотите принять участие в новом розыгрыше, то обязательно пишите свой ник в комментариях и не пропускайте следующий выпуск. Коды еще пока есть. А продолжим мы реддитом. Ведь на нем не так давно прошла очередная сессия вопросов и ответов. Вы не поверите, но кажется, лед тронулся. И если раньше разработчики наотрез отказывались добавлять счетчик полностью уничтоженных кораблей в клиент, несмотря на то, что на этом коэффициенте и держится экономика игры, но вот теперь неожиданно главный по пожарам сказал, что возобновит обсуждение необходимости добавления. И это дает нам надежду. А тага не нуждается сейчас в аппе. ПВО на уровне, комфортное и уступает только ПВО крейсерам. Сама же моделька может быть изменится до более историчной, потому как в Лесте уже сейчас сформирован отдел, который занимается исправлением старых моделей. Именно они переработали Ямато. И мы сейчас надеемся, что после перепила Атага ПТЗ не пропадет или что-либо еще. Тестирование славы скоро будет приостановлено. После чего начнется сбор данных и геймдизайнеры будут думать, что же делать с кораблем дальше. Либо допиливать, либо менять концепт. Ведь, по мнению многих тестеров, корабль получился скучным и пассивным, и совсем уж бесполезным в ближнем бою. Немецкие линкоры в балансе. У них нет заоблачного среднего урона или фрагов, но разработчики уверены, что линкоры влияют сильно на ход боя. И они популярны среди игроков. И вот, когда они наконец-таки получат статистику еще по советским линкорам, которые вроде бы как тоже занимают эту нишу в игре, будет окончательно понятно, а нужен ли ап немцев. И если вдруг нужен, то скорее всего он коснется ПМК билда. И наконец, спустя уже наверное полгода или больше, разрабы решили рассказать нам про исправление баланса восьмерок. И да, шутка. Ответ тут не менялся. Все еще работают в поте лица видимо двух с половиной работников, потому все еще не готовы что-то рассказать. Ну что же, ждем дальше. Также разработчики в целом не против легкого ограничения одного авика на команду для восьмого уровня, но делать этого они конечно же не будут, потому как популярность класса высока. И если вы сейчас разводя руки не поймете, в чем же тут связь, то я напомню, ведь давно уже был дан ответ, что лимит увеличивает время сбора команд. Так что стоять в очереди в случае введения лимита придется дольше обычного. И этого разработчикам делать не хотелось бы. Но тут видимо желание попадания в комфортные бои совсем не является веским аргументом. И очень коротко расскажу ответы про авики. Их было много. И, пожалуй, главное, что вас может волновать, ошибкой ребаланс не был. Все замечательно. А в будущем, может быть, будет небольшой нерв некоторых бронебойных бомб. Также много надежд есть на грядущие изменения скорости самолетов и таймера на взлет, которые и сделают проблему света менее критичной. Тем не менее, разработчики подчеркивают, что свет теперь много. И это новая мета-игры, к которой необходимо привыкнуть игрокам. Планируют еще менять настройки света авианосцев. И вы, наверное, уже в курсе про первые шаги в этом направлении. А если нет, то смотрите прошлый выпуск. Наркомании там предостаточно. А еще стало известно, что Кузнецова можно будет получить не только в разрезе советской арки. После ее окончания такая возможность еще будет. И вот это, на мой взгляд, уже хорошая новость. А то, что над операциями сейчас не идут работы, честно говоря, плохая. Так что, Малик, я прям даже не знаю, как же мы будем развлекать людей, любящих историю. Ну а на этом будем закругляться, ведь новостей больше нет. Так что не забывай жмакнуть лайк, если видос понравился, и подписаться на канал, ведь другие видео тут не хуже. Желаю всем здоровья, не скучайте и не пропускайте спалундру. До связи, пока-пока.